Это канал Футбол, это жизнь, мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня, правда, не будет ни одной игры за Ювентус, сегодня будет за нашу национальную команду. Это первая команда, которую мы приняли под свое правление, именно международную. Я решил, раз я все-таки тренирую Ювентус, многих игроков я знаю по чемпионату, могу кого-то приглашать. Некоторые игроки, мне сами по себе может быть интересно, я их буду брать в команду. Но нам, мы даже не проходили отбор на чемпионат мира, просто сбора на Италии сама прошла без нас. Мы просто сыграем два товарищеских матча и все, дальше у нас пойдет за сборной Италии только чемпионат мира. Итак, что я хотел сказать, вот такие у нас есть два состава, вот он первый, вот он второй. Конечно, любимого своего Кричта я тоже поставил. Два матча против Чили и против сборной Уэльса. Против Чили я, наверное, все-таки выйду первым своим составом, вот этим. Наконец-таки все-таки сыграю за Буфона. Здесь только вот Бернардески и Келлини. Больше никого нету из Ювентуса. Есть Бануччи, да, за Ругани я поиграл. Бануччи, он, правда, в Милане, но он как бы играл. Буфона я сразу убрал. Вот, Ругани я его продал. Так что, таких вот прям игроков из Ювентуса я вообще даже и не брал, вроде многих, на сборы. Именно на эти два матча, потому что за ними я и в Ювентусе бы последил. Ну а так, сейчас интереснейший матч. Еще и в Чили будем играть. Эль Грандиозо. Итак, первый матч за наши два сезона правления в клубном, можно так сказать, равенстве. Потренировали мы и Краснодар, и Ювентус. Ну а теперь пришло время для международного вызова для себя. Первый матч за международную сборную, которую мы будем представлять на чемпионате мира. Ну что же, посмотрим, как против нас сыграет Артура Видаль, Алексис Санчес, ну и Клаудио Браво можно еще отметить. У нас нету центральных... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Буффон, бери. Ну нет, ну, друзья, что это сейчас было? Давайте вот посмотрим. Просто вот здесь вот. Да, он пробил. Тут еще Келлини так уронил Буффона, но камон. Ладно. Поехали. Ну почему так? Все, нет. Все-таки три защитника центральных сказываются об этом. Опять банк пропустили. Мы сейчас закамбетчем. Что я сказал? Сейчас закамбетчем. Есть еще у нас очень много времени. Забьем, забьем еще. Это я уверен. Федрико Бернардески. Первый игрок под моим руководством, который забил за сборную. Оп. 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 Оп, 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 оп. Я сказал, будет камбек. И он случается. Отлично. Вот так вот. Тут смотрите, как, кстати, мы красиво отыграли. И вот так вот. Спокойно придихли, кстати. Это мне слышно. Болельщики сборной Чили. Хорошо себя чувствовать в обороне. А вот и он камбек. Я сказал, будет камбек. И Болотель. Раз, два, три, четыре. Отлично. Вот он. Мой Супер Марио. Он сделал шум. И заткнул рты болельщикам сборной Чили. И все. Теперь уже точно конец матча. Хорошая камбечная победа. 3-2. Мне понравилось. Спасибо игрокам. Ну, тут что еще по матчу можно сказать. Сейчас сборная Уэльса. Гаррет Бэйл. Но нам уже показал опыт сборной Чили, что там несколько ключевых игроков. Они сильно-то и не повлияли. Но, сейчас посмотрим. Если мы снова здесь пропустим много мячей. Так. Надо, кстати, посмотреть. Может мне и Дармиано выпустить вместо Джорджинио? Почему бы и нет? Посмотреть на всех игроков вообще на разных позициях. Так. Тут у меня никто вообще не сможет. А, вот. Флоренция, кстати, может. Поэтому я Дармиано вот так вот поставлю. Ну, все. Теперь уже вот таким составом. Во втором я тайме выпущу Вивиано. Посмотрим его. Чтобы у меня все голкипры как бы поиграли. Я за каждого что-нибудь почувствовал. Ну, что. Поехали. Теперь мы уже играем дома. Итак. Матч Италия-Уэльс. В Италии играется матч. Гаррет Бейл, которого купил я в Ювентус. Теперь посмотрим, как он сыграет против нас. И пенальти. Вообще даже не трогал его. Сам мяч еще выпнул такой дальше. Еще на меня... Окей. Ну, что. Гаррет Бейл против Пирина. Есть. Пошел отсюда. Отлично. За липовый пенальти мы все-таки отбиваем. Опа. Сурприз мазефака. Теперь у нас очередь пробить пенальти. Но секундочку, секундочку. Где мой? Он еще с нами или нет? Да? Вот так. Сейчас будет все на высшем уровне. Выпускаем Балателли. Он готов забить пенальти. Я бы, конечно, мог за других игроков. Но хоть и Задзе... Кстати, Задзе можно было его на чемпионате Европы, как он делал. Ну, я возьму все-таки Марио Балателли. Подготовочка, можно сказать, к чемпионату мира. Стрелку убираем. Не нужна нам стрелка. Как насчет правой девятки, друзья? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каркас аж пошатнулся. Удар-то был неплохой. Мимо цели Семена Задзе. Конечно, почему у нас так-то был, не подает. А вот на левого защитника так с радостью. Ну, окей, снова приходится нам отыгрываться. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто сейчас начали разносить конкретно. Ну, этот, кстати, второй гол мне поинтереснее больше, чем с углового. Все, друзья, как я и сказал, я буду делать четыре защитника на чемпионате мира, потому что с тремя это просто невыносимо играть. Ну что, победа и поражение. В обоих матчах мы пропустили по два мяча. Два еще не реализованных пенальти в матче Уэльс-Италия. Марио Балателли лучший нападающий, который пробивает пенальти. Не забил просто. Ну что же, давайте я даже при вас сейчас сделаю небольшой состав. Уже никаких матчей товарищеских не будет, поэтому я сразу там и кто мне не понравился, буду убирать. Так что займемся сейчас вот в этом выпуске, раз со сборной, то со сборной. Эдер вообще, ну, зачем нам его брать на чемпионат мира? Мы возьмем и Мобили. Также мы возьмем вместо Вивиана, я его, кстати, забыл выпустить, Доноруму. Идем дальше. Я Дороси, наверное, все-таки уберу, Маркизи возьму. Идем дальше. Фланговых всех мы берем, вот этих защитников, которые у нас были. Ну и нападающих я что-то, да, перебрал много, поэтому, наверное, вместо Верди я возьму Дороси. Мы также будем играть, наверное, по схеме 4-2. У меня есть вот Шарави Инсини. И направо у меня есть вот Бернардески. Если что, зайдет. Ну и также у меня есть, к примеру, тот же Запакоста, тот же Флоренс. Мне кажется, отлично отыграет на ППшники. Да, он может на ПФА. Ну, таким составом мы будем играть. Так, ну да, давайте уберем пока что Доноруму. Потом главное не забыть его взять в сборную. Ну, еще концовочками все-таки это все сделаем. Так, наша схема 4-4-2. На удержание все-таки поиграем, чтобы оборонка где-то была. Перин. Слева у нас Кришета. Справа у нас Флоренция. Руга не надо. И вот так. Вот, вместо Запакоста, сейчас мы сразу это сделаем, вместо Запакоста мне нужен Центральный Защитник. Не Запакоста же играть. Хотя мы можем как раз и нападающего одному убрать. Какой-нибудь Джовинка вообще я его не видел на поле. Возьмем Барзагли. Потому что нам надо и нападающих тоже убирать. Старчик должен быть. Вот ругание Барзагли. Справа у меня Кэкэль Шарави. Задзе. И Белоки. Пока так сделаю. Пум-пум-пум. Маркизию здесь пока что. Ну вот так, пока что это оставим, этот состав. Теперь идем в первый наш состав. 4-4-2, также удержание. Буфон. Здесь Кришета. Там Дармиана, значит поставим. Сюда поставим Флоренц, туда Запакоста. Ну и все здесь получается. Так. Синие. Дероси. В том составе здесь будет Маркизию. Ну и все, 2. Ну вот и Мобили у нас здесь, если что, встанет вместо Белоти. Мобили и Болотели. Вот у меня вот такая. Ну и надо нам еще, значит, какого-нибудь полузащитника убрать. И поставить, наверное, Верди все-таки вернуть. Потому что правый фланговый нам нужен. Ну и в этом составе мы сейчас уберем. Поставим Дармиана. Налевого защитника здесь. Запакоста. Ну, наверное, мы все-таки в Виану не будем уже всеми голкиперами играть. Это, кстати, тоже факт, что никто не играет. Одним мы, скорее всего, это будет Буфон у нас во всех матчах выходить. Вот. Ну и Перина мы, скорее всего, не возьмем. Возьмем Донаруму. Так что, а в этом ставим и убираем вместо Бернардески ставим Верди. Хоть я его не видел, но будем играть по такой схеме, хоть я ее и не заиграл. Но я понял, что уж точно мы с тремя защитниками не сыграем. Так, ну а дальше у нас еще и матч с Миланом. И подходит к концу уже месяц март. Пресс-конференция. Тут Павел Дебала хочет играть. Итак, что у нас по матчу? Милан в следующем выпуске и Беневенто. Естественно, мы с Миланом сыграем первым составом, потому что у нас там еще четвертьфинал с Манчестером Юнайтедом. Подготовимся с Миланом мы вот этим составом. Что там по Криштиану Роналду нам известно? Еще на травме. Сейчас мы узнаем, сколько он на травме будет еще. Три недели. Точно он уже, получается, не сыграется Манчестером, к сожалению. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. У нас ролики выходят каждые два дня. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok